Итак, всем привет! Мы находимся в очередных дальних уголках нашей области и сегодня с Олесей идем на поиски заброшенных деревень В данный момент двигаемся по дороге, которую используют лесовозы Дорога выглядит весьма неплохо, но в любом случае мы бы здесь не проехали И через пару километров от нее будет небольшая отворотка, где будет располагаться деревня Со спутниковых снимков выглядит она заброшенной Но что там окажется в реальности мы узнаем лишь только когда дотуда доберемся Но в любом случае остается совсем немного и скоро мы уже будем на месте Буквально свернули 100 метров с дороги лесовозов И как я и предполагал, деревня действительно заброшенная Пока что ни в один дом я не заходил, пробежался через нее Дома тут в разном состоянии, какие-то распиленные, какие-то целые Дорога проходит прямо через деревню, там дальше кладбище, скорее всего тут ездят на кладбище люди Поэтому дорога до сих пор не заросла И вот у нас справа и слева стоят домики Смотрите, окна по-прежнему на месте, стекла целые, но все вокруг заросшее Нету заборов, огородов, провода здесь уже сняты То есть деревня отключена от электричества Но некоторые домики по-прежнему выглядят достойно Прямо у дороги стоит такой вот красивый домик Наличники необычные Давайте посмотрим поближе Смотрите, такие я еще не встречал Какая-то елочка сверху И солнышко Дом был заперт Опять же дверь взломали Какие-то опилки, что-то тут уже пилили Зачем-то срезали проем с дверью И вот он первый брошенный дом в деревне Календарь 2006 года, 2011 То есть 10 лет назад тут еще жили люди А сейчас все раскидано, разбросано В холодильник Какие-то остатки вещей Рамка из-под фотографий Какой-то старый кошелек Клач Елочные игрушки советские Вот такая вот пустота внутри Телевизор, от которого уже ничего не осталось Тут стояла икона Счетчик снят Печь разобрана Еще один телевизор И старая газовая плита Смотрите, тут Лежат куклы Дед Мороз Без рук Самодельная кукла И вот такой вот медвежонок Дед Мороз странный Давайте посмотрим получше Видимо, может Были руки? Не знаю, может его расплавили Вот такой вот странный Вроде как Дед Мороз Все, что от него осталось Больше всего, конечно, мне понравилась Вот эта вот кукла Вуду Самодельная С нарисованным лицом Волосики Это ей приделали? Или это просто прилипло? Приделали, наверное Но согласитесь Иголок-то нет? Согласитесь, это необычно Для ребенка делали Самодельная кукла И вот такой вот медвежонок Погремушка, может То есть, опять же Приезжали внуки, дети Когда-то в прошлом Жили тут Какое-то время А может быть Даже кто-то здесь В прошлом и родился Рыболовная сеть лежит Наличников на доме нет Но, как мы видим Все окна абсолютно целые Опять же, дверь очень сильно заросла Потому что многие Очень странные люди пишут Что мы вообще ходим По жилым деревням Но, как вы видите Все заросшее Это совсем не похоже На жилую деревню Вот с такими вот Кустами крапивы Перед дверью Кто-то до сих пор не верит Что у нас в стране Так массово вымирают деревни Сразу же у нас на входе Стандартный деревенский диван Множество дверей Лестницы на чердак И опять же Все перевернуто И разбросано И вот такая вот ситуация внутри Начинает пол поднимать Очень сильно искривился Просто очень длинная лавка Возможно, в прошлом Тут жила большая семья Но это только лишь предположение Деталь от прялки Тут у нас опять же была икона Сейчас полная пустота И комнаты, как вы видите Уходят дальше Посередине располагается кухня Печь Все еще целая Множество полочек И вот так вот у нас выглядит Вторая комната В общем-то тоже Полная пустота Немного уцелевшей мебели А в остальном Уже ничего не осталось Итак, отправляемся в следующий дом Давайте сначала посмотрим наличники Вот такой вот небольшой домик Опять же Крыша целая Окна целые Но никто никогда тут жить уже не будет Вот такие вот наличники Необычные рисунки Узоры Перед окнами растет дуб Разваливающееся крыльцо Какой-то рухнувший сарай Рядом с домом И дальше стоит следующий домик Все потихонечку разрушается Смотрите Над дверью раньше Что-то висело Какая-то иконка, видимо Пол очень сильно прогнил Значит, крыша уже начинает протекать И мы внутри очередного Покинутого дома Какой-то блокадик Год петуха 2005 Старая открытка Татьяна Александровна Поздравляем вас с Днем Учителя Желаем вам успехов в работе Счастья в личной жизни И отличного Праздничного настроения Учащиеся 10-го В-класса 6 октября 1979 года Опять же, совершенно неясно Что случилось С хозяевами дома То ли они умерли То ли они переехали отсюда Этого мы не узнаем никогда Привет, куклы Интересно, какого она года Покажу вам для премьеры Один из чердаков Что тут происходит Вот такое вот зрелище Какие-то старые ботинки Деталь от прялки Веники И полная пустота Еще одна деталь от прялки Все И это еще не самый пустой чердак На предыдущих совершенно ничего не было Кулыбки Видимо, учительница Когда-то любила вязать Ну что же Отправляемся дальше По деревне Смотрите, там впереди Еще стоят дома Сегодня вечером Обещали дождик Но пока что погода Нам благоволит Я удивлен, что в этой деревне Еще нет номерков На домах Как обычно Это водится в нашей области Этот дом уже весьма сильно развалился Но Окна по-прежнему на месте Давайте заглянем Посмотрим Вдруг внутри еще Хоть что-то доуцелело Вот такая вот ситуация внутри Смотрите Дом уже начали Потихонечку распиливать И вот такое вот Зрелище у нас внутри Опять же Все примерно То же самое Что и в предыдущих домах Немножко мебели Раскиданные вещи И больше ничего Еще один домик В деревне Но, как вы видите Этот дом уже Очень сильно развалился Внутри полная пустота Мы отправляемся дальше Там еще несколько домиков Сейчас посмотрим Что осталось от них И вот такая вот Весьма неплохая дорога Проходит прямо через деревню Но при этом Никто тут уже не живет Очередной Зарастающий домик Хорошо, что здесь Были крыши из шифера Где крыши из рубероида Те дома очень быстро Разрушаются Даже не видно Каких-то колодцев То есть Все уже давным-давно Обвалилось И зараскло И вот такая вот Картина Внутри этого дома Хоть он, конечно И совершенно пустой Но здесь По крайней мере Осталась фотография Опять же Непонятно Куда делись Все фотографии Из деревни Потому что В предыдущих домах Лежало много рамок Я, конечно, надеюсь Что хозяева Забрали их Но, возможно Эти фотографии Забрали мародеры И продают их Где-нибудь На Авито Смотрите Парочка фотографий Тут уцелело Бывших жителей Этой деревни Все весьма стандартно Скорее всего Эти люди тут жили До самой смерти А потом Дом стал Совершенно Никому не нужен Давайте поставим Их вместе Это, видимо Фотографии их сына Всегда хочется знать Что стало С этими людьми Какая у них Судьба Может быть Они даже И не вспоминают Про этот дом Сейчас хорошо живут Парень уехал Эмигрировал в Америку Ездит сейчас На Феррари Где-нибудь А может, конечно Их судьба Была весьма Трагическая Но Никаких у нас Ответов На эти вопросы Никогда нет Кем были эти люди Как они жили Почему Эти фотографии Никто не забрал Всегда можно Лишь только Предполагать Как вы видите В деревне Жили весьма Скромненько Наверняка Работали В колхозе Неподалеку Мы проходили Там были руины Все стандартно По стандартам Советской Деревенской жизни А потом К началу Двухтысячных Все эти колхозы Закрылись Работы не стало Кто-то Очень сильно Пил в этих Деревнях И быстро Умер Кто-то Уехал Попытать Удачу В большие Города А кто-то Жил тут На пенсии До самого Конца Дверь на Распашку Смотрите Какие Наличники Первый раз Такие Вижу Красота Дом Очень сильно Зарос И вот так Тут все Выглядит С этой Стороны Совершенно Такие Наличники Как мы Видим Давайте Заглянем Посмотрим Что у Нас Осталось Внутри Даже На чердаке Есть Наличники Опять же Весьма Стандартное Зрелище Зрелище Для Этой Деревни Дом Уже Начинает Разрушаться Уголок Под Икону Что-то Начинает С потолка Отваливаться И как мы Видим Этот дом Совершенно Пустой Единственная Ценность Которая В нем Есть Это его Наличники Люди Первое Сентября 72 Года Повысить Стипендии В среднем На 25 Процентов У студентов Вузов И на 50 Процентов У учащихся В средних Специальных Учебных Заведений В результате Новых Мероприятий Проведенных В 1971 Году Повышены Зарплаты И пенсии Для 19 Миллионов Человек Дети Бегут Учатся Люди С разных Уголков Советского Союза Множество Запорожцев Стоит В общем Страна Развивалась Все Строилось Все были Счастливы И вот Такой Плакатик Сейчас В углу Заброшенного Дома С показателями Страны Которой Больше Нет Вот такая Вот она Очередная Вымершая Деревня Где Никто Никогда Уже Не будет Жить Стоят Пустые Дома Полнейшая Тишина И даже Когда заходишь Первый раз Сюда Не верится Что Все Здесь Уже Давным Давно Брошено И Совершенно Никому Не Нужно А ведь В прошлом Наверняка Здесь Была Жизнь Была Работа Тут Прошло Чье То Детство А сейчас Конечно Глядя На все Это В это Невероятно Сложно Поверить Очередная Умершая Деревня На просторах Нашей Страны Итак Зашли Немножечко За деревню Вот так Вот она Выглядит У нас Со стороны Дальше Идет Дорога На кладбище Там Есть церковь Не знаю Успеем ли мы Туда Зайти Или нет А пока Что По такой Заросшей Колее Мы Отправляемся В сторону Следующей Деревни Со Спутниковых Снимков Там Располагается Несколько домов Посреди леса Я посмотрел Все естественно Вокруг Заросшее И это Весьма Логично Если Предыдущая Деревня Заброшена То Естественно И следующая Тем более Вот с такой Дорогой Явно Давным-давно Покинута Вопрос Только Что там Осталось Километр 800 метров Нужно пройти От этого места И мы Отправляемся В путь Куда-то Вглубь Этих лесов Посмотрим Что осталось От следующей Деревни Деревни Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok